МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ставший всему этому причиной масштабной пандемии коронавируса. А нашей стране он принес еще и политическую нестабильность. Кыргызстанцы смотрят в будущее с оптимизмом и верят, что будущее 2021-й будет менее стрессовым и более благосклонным. Ведь это год коровы, а животное это олицетворяет изобилие и чистоту. Загадываем ли? А может, это не что иное, как самоуспокоение, но время покажет. Так или иначе, у большинства народов на Земле корова всегда играла важную роль в жизнеобеспечении. И у кыргызов в том числе. Изменилось ли это в нашем современном мире? Этот черный теленок только родился. Ему всего семь дней. Это породистый малыш. Его вскармливанием занимается не мама корова, а человек. Таких телят кормят из бутылочки с соской. У коровы, которая только что отелилась, самая первая стадия лактации. Она не дает привычного молока, а только молозива. Дует телку около трех раз в день и не смешивает этот продукт с молоком от других коров. После молозива последующие две недели самка дает переходное молоко. Затем оно стабилизируется и становится зрелым. На этой ферме 52 головы коров гольштинской породы. Это самая распространенная порода коров в Канаде и США. Молочного направления высокой продуктивности. 28 животных сегодня дуются стабильно. В среднем каждая самка дает 27 литров молока в день. А есть и такие, которые дают и по 40 литров. Азамат Мааданбеков, начав свой фермерский бизнес, сразу понял самое главное. Коровье молоко на ее языке. Корову надо полноценно кормить, хорошо за ней ухаживать, держать в чистоте и сытости. Вот этот корм называется силос. Силос – основа правильного кормления сельскохозяйственных животных. Это сочный корм из трав и культур. Для коров очень полезный. Они хорошо его едят. Ведь коровы – жвачные животные. Мы специально заготавливаем его по технологии. Скотина его съедает полностью. Сколько положишь – с удовольствием. Никаких отходов. Вот сами посмотрите. С таким аппетитом, что даже самому хочется. Чем лучшее сбалансирование корма, тем больше получает фермер молока. Для того, чтобы организовать правильное питание, нужно понимать, какой вид корма, что дает организму животного. Поэтому, говорит Азамат, меню строго расписано. Не только по составу, но и по времени. Отдавая молоко, корова становится слабее. И постепенно, если правильно не кормить, и тем самым не поддерживать ее физическое состояние, объемы надоев будут уменьшаться. Поэтому этот процесс надо организовать. Всегда в кормушке должно быть что-то. Она не должна быть пустой. В рационе должны присутствовать и минералы, и протеины, и витамины. Поэтому заготовить нужно и зерно, и сено, и силос, и прочее. Азамат Мааданбеков учился в Европе. Там он и подглядел, как устроены фермы на Западе. И что хозяйства, нацеленные именно на получение молока, могут быть весьма даже и прибыльным бизнесом. В 2005 году со своим братом он построил такую ферму на родине. А в 2014 году из Канады они привезли вот эту самую породу, полностью автоматизировав. На ферме работают всего пять человек. По словам Азамата, зимой корм для животных не должен быть мерзлым. Для хранения всех видов кормов возведены сараи. Вместо доярок на ферме применяются доильные аппараты. И коровы уже привыкли к ним настолько, что два раза в день сами направляются в доильный зал. Чтобы летом, в жару, буренкам было комфортно, фермеры оснастили помещение так называемым туманным охлаждением. Это такая сеть, через которую распыляется вода. Капли настолько мелкие, что похожи на туман и отлично увлажняют пространство. Подобные системы не везде летом встречаешь в городских гламурных кафе или на летних площадках ресторанов. А тут в коровнике. Но Азамат и на этом не остановился. Из Европы для своих крупнорогатых питомцев породы Голштино он привез механические щетки-чесалки. Животные трутся об эти мохнатые валики, похожие на ёршики, когда их раздражают мухи или прочие насекомые. А еще для улучшения кровообращения. И даже это отражается на объемах молока. Практика показывает, что каждая буренка стала давать на 4 литра больше. Предприниматель отмечает, что хотел не просто зарабатывать, но и чтобы его продукт был натуральным, чистым, качественным. Это доильный цех. Отсюда и начинается весь процесс переработки молока. Я гарантирую, что продукт абсолютно чистый, натуральный. Из доильного зала с автоматическими доильными аппаратами молоко поступает через шланги в ёмкости. Доим вот такими аппаратами. Это сосковые наконечники. Можно одновременно доить 16 коров. Уникальность в том, что все чистое, нет никакого запаха. Моем при помощи СИП-мойки, которая моет в три этапа. В первый раз просто обмывает, потом дезинфицирует. Применяется специальный раствор с препаратом. И третий раз ополаскивает. И в этом же месте есть охладитель для молока. Вот такой вот танк объемом в тонну. Внутри плюс 4 градуса. Не превышает плюс 6. Это всемирный стандарт. В нем внутри перемешивается молоко. Молоко, кефир, сметана, сюзьмё, сыр. Все эти продукты также производятся на ферме. Для изготовления всего этого разнообразия молочных вкусностей также имеется оборудование. Никаких консервантов не применяют, никаких сухих ингредиентов не добавляют. Все из чистого, цельного молока. Объемы производят такие, чтобы реализовать все за один день. Этот цех Азамат Маданбеков открыл год назад. Натуральный продукт. Без никаких химических добавок. Без всяких. Чистая закваска просто и все. На начальном этапе предприниматель имел только 30 голов. Но открывая этот бизнес, сразу сделал ставку на трудоемкий подход к работе. И пусть не дешевое, но племенное поголовье. Азамат советуют фермерам. Если их коровы не дают хороший надой. Так еще и не мясные. Нет смысла с ними возиться. Вместо этих особей следует лучше вложиться, но приобрести для разведения и получения продукции хорошую породу. Азамат отмечает, что если все фермеры в стране грамотно бы подошли к животноводству, то недалек был бы тот день, когда молочная продукция из Кыргызстана экспортировалась по всем направлениям. Для этого нужно лишь немного решительности. Раннее утро в селе Сосновка Чуйской области. Жители этого села встают здесь еще затемно, чтобы управиться по хозяйству. Накормить и подоить коров и всю другую скотину. В этом поселке почти все занимаются животноводством и сдают молоко. Поктыгульна Шанва тоже не прочь досмотреть свои сны и остаться в теплой комнате, когда на улице еще не рассвело. Но ее кормилицы уже ждут, когда хозяйка придет их доить. Женщина ласково приветствует буренок, ведь доброе слово, говорит хозяйка, любой живности приятно. Сначала корову она готовит к дойке, теплой водой, моет ей вымя, ведь в зиму скотина у участников не ходит на выпас, а большую часть времени стоит в сарае. В этом коровнике всего 10 коров. Все они тоже породистые. Их хозяева привезли из Алтая. На данный момент в Боктыгульче дают только двух коров. Остальные стельные. Скоро будут телята. По-разному бывает. Зимой, когда холодно, количество молока уменьшается. С одной дойки одна корова дает 6-8 литров. За день с тех, что сейчас дает молоко, получается надоить, в общем, около 18 литров. Удой зависит от корма. Из них 6 литров даем телятам. Рано утром, потом днем и вечером. По 2 литра они съедают. Поем их исключительно парным молоком. Подоили и сразу несем малышам. 3 литра оставляем себе, своим детям. Остальное продаем. В данный момент литр берут по 22 сома. Хорошо было бы чуть-чуть подороже. Когда к нам в село привезли таких коров, мы решили попробовать и купили трех. Нам понравилось, что они дают много молока. И вот муж 2 года назад сам поехал на Алтай. Взял кредит и купил еще несколько коров такой же породы. Прошло 15 минут. Бактагуличе закончила доить одну корову. Когда я сюда в этот дом пришла, свекровь тоже доела коров. Вот 7 литров вышла. А эта корова только что отелилась. Чтобы она привыкла к дойке, на нее надеваю вот такую железную штуку, чтобы она не пиналась. А в соседнем сарае уже ждут свои порции молока телята. Смотрят и мычат, когда же наконец им принесут обед. Но ждут они не свою маму, а Бактагуличе. Ведь они уже знают, что эта добрая женщина принесет им вкусное молозиво. Давай, давай, кушай, малыш. Когда я захожу, они сразу смотрят на мои руки. Даем им так молоко 3 месяца. Поилки для коров стоят в отдельном месте. И когда животных ведут поить, они словно разминаясь, выйдя из тесного сарая, начинают буянить, баловаться, бодаться. Иди, место. Иди, место. Место иди. Иди, место. Эй! Все дела сделаны. Бакты Гульнышанова закончила утреннюю работу. В прошлом году в день она продавала по 80 литров. В месяц получала на руки до 80 тысяч сомов. Она надеется, что в будущем году на дуе улучшится, да и цены на молоко подрастут. Если коровы отделятся, доход в этой семье в разы возрастет. Но при этом и работы у хозяев станет гораздо больше. В прошлом году мы продавали молоко бочками, ну а теперь ведрами. Ничего, и так нормально. Теперь осталось дождаться молочников. До прихода молочника хозяйка еще успевает накрыть стол для завтрака семьи, на котором обязательно будет чай с молоком. Говорят, одна корова обеспечивает один дом. Но эта семья, рискнув завести несколько породистых буренок, не прогадала и неплохо заработала. Этот дом в свое время был совсем маленький, но мой сын, трудясь вместе со своей женой, моей невесткой, все это сами построили. Поглядите, все, что здесь имеется, заработали своими руками, занимаясь коровами. Но для этого нужно кропотливо работать. Летом, например, в 4 утра встаем. Все мои внуки помогают, все в семье работают. У нас на столе всегда свои продукты. Айран, масло, каймак, чай с лимоном. Ну а теперь давайте поговорим об интересных фактах. Наши предки без всяких научных исследований точно знали, что пить молоко – это полезно. И всегда говорили об этом дальнейшим поколениям. В молоке содержится около 80 важных для организма элементов. Это и калий, и натрий, кальций, фосфор, магний, железо, йод и прочее. В Кыргызстане 1 миллион 760 тысяч коров, а на всей планете 1 миллиард 300 миллионов голов. Земляне в год употребляют 580 миллионов литров молока. То есть каждый день по 1,5 миллиона литров. Корова – жвачное животное. За минуту она делает 100 жующих движений челюстями. И процесс жевания жвачки практически никогда не останавливается. Средний возраст коров 20 лет. Одна корова за свою жизнь может дать 200 тысяч стаканов молока. В некоторых странах коров обожествляют. Например, люди, исповедующие индуизм, называют корову священным животным. Если кто-нибудь причиняет ей вред, этого человека ждет наказание. Убившего корову может ждать аналогичная расправа. Кыргызы в древние времена считали, что молоко нельзя продавать, но времена меняются. Теперь за счет продажи этого продукта люди обеспечивают себя и свои семьи. Вот и молочники подъехали. Бактыгу-Лидже тут же вскакивает из-за стола, не допив свой чай. Оставляет все и торопится на улицу. Молоко нужно обязательно отдать сегодня. Иначе такие объемы сложно будет переработать самостоятельно, и оно прокиснет. Холодно на улице. Молоко может замерзнуть. А вообще у нас молоко очень жирное. 18 литров вышло сегодня. Главные дела на сегодня домохозяйка закончила. Молоко реализовала, но деньги получит лишь в конце недели. А молочники отправляются к следующему дому. И так забирают продукты у каждой хозяйки. Аяту Скумбаулу уже три года работает молочником. С 8 утра мы уже начинаем сбор молока. Объезжаем все село, каждый дом. Обычно стараемся закончить к 11 утра. И весь объем молока отвозим на завод. Но иногда бывают у заминки. Не все люди обязательные, жалуются мужчина. Некоторых приходится ждать или уехав, опять возвращаться. У нас есть 4 или 5 клиентов, которые постоянно просыпают. Вовремя не встают, а потом звонят в 10 часов и просят приехать забирать молоко. Пока они провозятся, мы отстаем от своего графика. В этом селе проживает около 6 тысяч человек. Большинство женщин, которых принято считать домохозяйками, на самом деле настоящие труженицы. Ведра молока, которые ежедневно они реализуют через молочников во все времена, востребованный продукт, благодаря которому они зарабатывают на жизнь. Елена Яковлева, Тенчтекбек Кенчбекулу, Дянарбек Дугдурбекулу, НТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин